Очень рады мы, что такой у нас солидный зал здесь собрался. И хотелось бы предоставить слово Михаилу Казбековичу Басхану. Тема Грамчевского, Данислава Людвиговича, зрела у нас довольно давно. Еще одна года с обменом Алматы. Да, наверное. Это с 1985-1986 годы. И уже тогда мы обратили внимание на то, что фактически этот человек входит в плеяду выдающихся исследователей в Центральной Азии, но его работы практически неизвестны, как, впрочем, и неизвестна ему биография. Это, кстати, очень потрясающий момент, что сведений о Грамчевском, кроме нескольких строков, допустим, в Басхазе Энциклопедии или в более позднее время в отдельных изданиях, практически не было. Таким образом, когда обстоятельства и время позволили нам вернуться к теме Грамчевского, мы с большим удовольствием, при очень большой поддержке нашего савтора Матвеевой, Марию Федоровну и при поддержке географического общества, мы вновь обратились к этой теме. Дело в том, что в дневнике Грамчевского он совершил три экспедиции в Центральной Азии, но если быть как бы предельно точным, то это однослужебная поездка и две большие центрально-азиатские экспедиции. Так вот, материал поездки в Кашгар и в Южный Синьцзян 1885 года, он был издан в секретном формате, но он был издан до революции. А дневники экспедиционные, двух больших экспедиций, то есть экспедиции в Кашгар и в 1888 году, экспедиции на Памеру в 40-м, и северо-западный Тибет, они, извиняюсь, они не были изданы. Это произошло, прежде всего, ну, как бы существует такая версия, что вдруг якобы некий запрет на публикацию дневников. Это, конечно, не так. Я думаю, что, скорее всего, произошло это все по некой инерции событий, революция, война, потом, как бы, эта тема несколько ослабла, и Центральная Азия вернулась, как бы, в фокус российской политики и геополитики только уже после того, как произошел развал Советского Союза и образовались независимые государства. Я считаю, что это огромная, как бы, удача, огромное счастье для всех нас, как преследователей, или что эти материалы сохранились чудом, сохранились в архиве, в научном архиве РГО. И благодаря им сегодня мы можем как-то говорить о том, какой был проделан масштабный объем работы Грамчевским в течение пяти лет, потому что на самом деле, когда мы говорим Грамчевский, это не был, скажем так, такой профессиональный географ, как Пржевальский, который там со времен поручика и генерала-майора, он находился целиком в поле и был вовлечен в географические исследования. Грамчевский, как географ, он состоялся в течение пяти лет, всего лишь наше пяти лет. Вся остальная служба, это служба на окраинах Российской империи, но это служба больше как офицера-администратора. В теме географических исследований он вернулся только однажды, уже после того, как он сдал рукопись полностью в Советы РГО. И в 1911 году, да, очень важный момент, он фактически передал на правах собственности все те документы, которые у него находились на руках, и они ему уже не принадлежали. В 1911 году, после долгого перерыва, после перерыва в контактах таких активных деятельностей, активных взаимосвязей с обществом, он снова появляется уже в новом здании РГО и обращается в Совет с просьбой выдать ему на руки оригиналы дневников. Как бы просьба была очень необычная, секретарь общества поставил вопрос на заседание Совета, и мы не знаем, какая была система аргументации и так далее, потому что на самом деле это была собственность общества. Ему выдали эти дневники, он обещал произвести их обработку и в серии ряда публикаций в известиях императорского русско-географического общества пролить свет, как бы, в деталях на свои путешествия. Это, опять же, не состоялось, потому что с 1910 года по начало Первой мировой войны он проживал в Варшаве. И когда германские войска начали быстрое наступление в гул Российской империи, немцы стояли уже на поступках в Варшаве, и осенью 1914 года он покидает Варшаву, эвакуируется, переезжает в Петербург. И с большой долей вероятностью эти материалы он взял с собой, потому что он очень им гордился, очень их ценил, и на самом деле это действительно, с научной точки зрения, богатейший материал. Это своего рода энциклопедия Центральной Азии на рубеже конца 80-х, начала 90-х годов. Работа над книгой, она как бы помогла нам в нескольких аспектах. Во-первых, прикоснуться к теме, которая нам была знакома, но в которой существовали какие-то провалы определенные, лакуны. То есть мы не могли понять связь событий, потому что Громчевский нам был недоступен как исследователь. Ну, кроме общей информации о его маршрутах, о результатах работы и так далее. Мы не видели ни маршрутных съемок оригинальных, то есть это основа основ, астрономических определений, географических пунктов. Мы не видели словаря, к примеру, краткого словаря Абаханского, на речи составленного и демократического. Поэтому только дневники нам раскрыли как бы весь этот гигантский объем работы, который он проделал. Вон эти дневники позволили пролить свет на очень многие спорные вопросы, к примеру, ангару русского соперника в Центральной Азии, которое, к сожалению, до сих пор еще как-то подается в неком пропагандистском ключе вместо реального, непредвзятого подхода к изучению этого вопроса. Громчевский, как сказал Александр Антонович, прожил очень нелегкую и очень противоречивую жизнь. Сведений о нем было крайне мало, пока не началась наша работа. Фактически мы вели работу по двум направлениям. Это работа непосредственно с текстом, с его археографической обработкой, с составлением научного аппарата. В 1087 руководительских местах. Переложить на бумагу, на нормальный язык. Да, ну не просто переложить, а сопроводительство, соответственно, с научным аппаратом. И вот эта работа над рукописями, она нам позволила по-новому взглянуть и на самого Громчевского, на его жизнь. К примеру, такой факт, да, и не только русские архивы помогли нам. Поскольку он был очень активно задействован в события большой игры, мы все знаем, и Фрэнсис Ян Хасбанд, например, с ним встречался. Но дневники указали еще на одну совершенно неожиданную встречу, на встречу с двумя другими офицерами, встреча, которая предшествовала в несколько дней буквально встречи с Фрэнсисом Ян Хасбандом, с будущим президентом Королевского географического общества Британского рана. Это... Среди этих двух офицеров был небезызвестный лейтенант Бауэр, тот, кто нашел знаменитый манустрит Бауэра в Апpenстане на Абк脱хме. И как бы это общение офицеров на этих пустынных плато центральной Азии это была не просто политическая борьба или противостояние, но это было еще и общение исследователей. Потому что эти люди, когда они оказывались в этих заброшенных уголках Азии, у них все-таки прежде всего они были исследователями Они общались как исследователи. Материалы дневников дали совершенно уникальный материал по различным отраслям знания. Это и этнография. Этнография, в частности, допустим, по Памирам Киргиза, по Киргизам Саракбола, по самим Саракбольцам и Тагуикам. В общем, совершенно необычный материал. По жителям Восточной Бухары, по Канджунцам. Для России именно путешествия Громчевского это были первые сведения о том, что происходит за Гиндубушем. Потому что на самом деле до этого мы слабо располагали информацию о том, что там реально происходит. Вместе с тем, я хочу сказать, что было бы неправильно воспринимать Громчевского как некоего такого рыцаря без страха и непреха. Это был человек, который все-таки, как сказал, и я считаю, достаточно точно сказал, российский императорский консул Пожгарий Николай Федоровский, который все-таки больше использовал географическую науку для продвижения поступки. То есть, как бы здесь надо понимать, что для него все-таки исследования были, прежде всего, именно как возможность служебного роста и продвижения по служебной лестнице. И Громчевский, он как бы отошел очень быстро от дел географических и такое ощущение складывается, что он не особо жалел. Ну, правда, и последующая цепь событий его жизни, это переезд на Дальний Восток, служба пограничным комиссаром Амурской области, и затем события с боксерским восстанием, он опять в роли, допустим, комиссара по гражданской части в администрации Порт-Артура, затем он снова комиссар, военный комиссар Мукдени и так далее, и так далее. То есть, это постоянное передвижение. Потом, последняя треть жизни, это опять-два, насколка ВЖД, где он уже попадает в среду харбинских дельцов, где огромные деньги, где как бы, в общем, азарт прибыли, и Громчевский меняется, соответственно, мы видим другого Громчевского. Это Громчевский, который уже привык к роскоши, он привык к большим диктам, он общается вот с этим крутым людей, как бы к науке он имеет мало отношений. Потом он становится астраханским губернатором, это еще совершенно новая стезя и недеятельность, и это событие как раз русской революции, наиболее драматический период. И он показал себя опять как администратор, показал прям без своей способности, как он мог эти визитные моменты преодолевать. И информацию, которую удавалось получить, она была порой неожиданна, и совершенно как бы обескураживала нас. О чем я хочу сказать, что есть как бы две такие сферы. Это сфера научной деятельности, это то, что мы имеем как такой научный багаж, как тот потенциал, который мы можем использовать в исследовании. А есть тема личная, тема личная, которая позволяет взглянуть на человека, как путешественника, совершенно необычного ракурса. Я не хочу сказать, что Грамчевский как бы не любил Россию, или он был там как-то недоволен самодержавием, как наши польские коллеги пытаются убедить, что он был якобы либерал, страдал от царского самодержавия и так далее. Это неправильно. Грамчевский всю свою жизнь пользовался исключительным покровительством со стороны царской семьи. Он имел совершенно фантастический служебный рост, материальное положение его было прекрасно, если бы не русская революция, это был довольно обеспеченный человек в чине генерал-напринента. Но мое мнение такое, что лучше мы будем знать вот эти какие-то, скажем, не то что темные места биографии, разные места, где-то противоречивые, тем в нашем представлении образ этого исследователя будет более сбалансированным, более взвешенным и более устойчивым с точки зрения каких-то идеологических движений, которые могут быть вокруг Грамчевского. А вокруг Грамчевского сейчас на самом деле идут идеологические процессы, прежде всего в Польше, где тема польскости, тема поляков на русской императорской службе и так далее, она переосмысляется, она по-разному интерпретируется и так далее. То есть Грамчевский снова фокус как бы таких идеологических моментов. Александр Иванович, я прошу прощения. Да нет, ничего, очень хорошо. Да, Александр Иванович, спасибо. Я только наполнил эту польскую тему, не получили этот грант, не так давно они получили разрешение работать в архиве, они приехали работать туда, но книга издана благодаря, кстати, прекрасному издательству «Дестер История», руководитель которого Ирина Васильевна присутствует здесь, мы очень ей благодарны за это. Да, и я не знаю, как польские коллеги, что они будут сейчас сделать, потому что тот грант, который получили они, предполагает вот такую работу в течение 5-7 лет, которую мы практически сделали за 1,5-2 года. Ну, если брать работу, если все вместе, 3-4 у нас, конечно, ушло. Ну, дай бог, но, конечно, у поляков в последнее время у них вот все, кто польского происхождения, ученые, военные, это обязательно враги русского народа, враги самодержавия, враги всего. И вот эта тема, слава богу, она у нас подана, я считаю, более или менее объективна. Спасибо большое. Спасибо большое.